В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Представители администрации муниципалитета встретились с участницами клуба защита тыла. Хотел бы сказать слова признательности вам, дорогие жены, матери, сестры. Видно, в Скадетской поликлинике идет второй этап ремонтных работ. Со временем, после того, как придем в ремонт, значит, будет работать травку. В клубе «Активное долголетие» регулярно проходят встречи с интересными людьми. Простить внимание на наших бабушек, дедушек, на наших знакомых, на наших соседей. Для того, чтобы поддержать семьи мобилизованных в муниципалитете, организован клуб защита тыла. Представители администрации Ленинского округа в кинотеатре «Искра» встретились с его участницами для того, чтобы решить наболевшие вопросы. Все подробности в следующем сюжете. После того, как объявили о частичной мобилизации, матери, отцы, жены и дети переживают разлуку с близкими. И в это время им как никогда нужна психологическая помощь и поддержка. Специально для семей военнослужащих в декабре 2022 года организовали клуб жен мобилизованных под названием «Защита тыла». Позвонили с администрации счетов микрорайона и сказали, что есть такая группа. Пригласили на встречу. Вот мы встретились. Нам помогают. Сам по себе клуб был сформирован для того, чтобы показать моральную поддержку девочкам здесь, которые остались и без мужей в момент мобилизации. Поэтому, соответственно, на сегодняшний момент мы представляем их интересы в ведомствах, работаем с органами по администрации. То есть это образование, ЖКХ, основное направление, помощь семьям здесь, которые остались без мужчин. В кинотеатре «Искра» состоялась встреча клуба с представителями органов местного самоуправления, которые попытались ответить на вопросы граждан, чьи мужчины сейчас принимают участие в специальной военной операции. Хотел бы сказать слова признательности вам, дорогие жены, матери, сестры, за то, что вы, ну скажем так, с сердцем, с душой, с терпением, происходящим событием, с пониманием относитесь. Вопросы в адрес представителей местной власти были подготовлены заранее. Ответить постарались даже на самые сложные. Как и чем материально Ленинская администрация помогает семьям мобилизованных. По ведомству образования представлен ряд услуг, которые касаются исключительно детей семей мобилизованных. Право на внеочередной перевод ребенка в образовательную организацию, право на внеочередное зачисление в дошкольную образовательную организацию, освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации, предоставление бесплатного двухразового горячего питания, завтрак и обед обучающимся с 5 по 11 класс. На данный момент одна из основных целей – это сбор гуманитарной помощи для участников СВО. В кинотеатре «Искра» вот уже более полугода плетут маскировочные сети, изготавливают другие необходимые вещи для фронта. Вот вы видите заготовочки такие, даже и сами эти сети есть девочки плетут. Вот такие вещи. У нас есть на шлемнике, на силке, на блиндажи покрытия. В общем, то, что в наших силах и что умеем, то мы, конечно, делаем. В клубе «Защита тыла» помогут найти решение всех вопросов и проблем. В период военных действий любая помощь будет не лишней. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Продолжается ремонт Видновской детской поликлиники. Еще летом полностью была обновлена входная группа. Установлены новые пандусы и поручни. Выполнен частичный ремонт фасада. А сейчас идет второй этап ремонтных работ на первом этаже. Наша съемочная группа оценила масштабы и сроки. Работы в Видновской детской поликлинике стартовали еще в начале года. Учреждение попало в проект областного Минздрава поликлиника «Перезагрузка». Была обновлена входная группа и отремонтирована одна половина первого этажа. А сейчас пришло время второй. Все выполняется согласно единому для детских лечебных учреждений «Брендбуку». «Брендбук» детских поликлиник по Московской области – это зеленая гамма. Как вы видите, зеленые стены, зеленые диванчики. «Брендбук» взрослых поликлиник – это синий. Поэтому он будет в такой же цветовой гамме, с такой же мебелью будет. Поэтому все будет в едином стиле. Сейчас ремонт в активной фазе. Покраска, штукатурка, побелка стен, укладка кафеля, замена санузлов. Работы ведутся круглосуточно. Пыльные выполняются в основном ночью. На первом этаже полностью обновят 20 кабинетов. Здесь будут вести прием неврологи, гинекологи, лоры. И откроется первый детский травмпункт в округе. Как раз сейчас перепланировку проводим. И со временем, после того, как пройдем в ремонт, будет работать травмпункт. Он будет работать с 8 утра до 20 часов. И будет принимать только детей всего Ленинского района. Травмпункт оборудуют отдельным входом. Рядом можно будет сделать рентген и МРТ. Также отдельные входы обустроят в отделениях неотложной медицинской помощи. Для детей первого года жизни и профилактических осмотров. Кстати, пока ведутся работы, прием маленьких пациентов не прекращается ни на минуту. Полностью обновленный первый этаж будет готов уже до конца ноября. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, ВИДНОЕ ТВ. О своем здоровье женщины должны заботиться не только в молодости. В этом уверены доктора ВИДНОВского перинатального центра, которые пришли на встречу с представительницами активного долголетия в Центр социального обслуживания населения Домодедовский. Татьяна Бролова продолжит тему. Даже в пенсионном возрасте представительницы прекрасной половины человечества должны следить за здоровьем репродуктивной системы. Современная медицина постоянно совершенствуется, и многие женщины даже не догадываются о ее возможностях. Врач ВИДНОВского перинатального центра Самира Мусаева простым языком рассказала участницам встречи о том, какие обследования возможно пройти в женской консультации, какие операции сегодня делают в центре. Не надо забывать о сердечно-сосудистой недостаточности, о варикозе, о тромбоэмболических осложнениях в таком возрасте и все остальное. Татьяна Меньшова внимательно слушала доктора. Говорит, все сказанное очень пригодится каждой участнице встречи. Полезно было, много нового узнала. Знаете, интересно, потому что проблемы существуют. И теперь есть повод, хотя я регулярно хожу, но теперь еще раз повод. Повод посетить женскую консультацию наверняка будет теперь и у других женщин, пришедших на лекцию врача-гинеколога. Деликатные проблемы часто уходят на второй план, а это как раз тот случай, когда появилась возможность напомнить о женском здоровье. Про это как-то мы стесняемся говорить, мало ходим, а вот сегодня мы прослушали очень полезную лекцию, информацию получили большой. Встречи с врачами в центре Домодедовский проходят по запросам пенсионеров. Именно они инициируют беседы с узкими специалистами, обсуждая на них важные для своего здоровья вопросы. Сегодня это была действительно интересная тема. Я сперва спросила их желания, так как они согласились и были достаточно заинтересованы. Мы пригласили перинатальный центр, чтобы нас проконсультировали по таким вопросам. Ну а в центре уже бывал врач-гериатр, и другие специалисты здесь заботятся о том, чтобы долголетие было действительно активным. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Максим Константинов, Видное ТВ. В продолжение темы досуг старшего поколения в нашем муниципалитете стараются максимально разнообразить. Для участников клуба «Активное долголетие» проводят встречи с интересными людьми, где они могут пообщаться, узнать что-то новое и провести время в хорошей компании. Подробности расскажет Дмитрий Книга. Участниц клуба «Активное долголетие», проживающих в 6-м микрорайоне, пригласили на встречу в библиотеку на улице Завидной. Здесь открылась фотовыставка сотрудника историко-культурного центра и краеведа Владимира Меньшова. Она посвящена истории и становлению города Видное. Это для того, чтобы пожилые люди не доходят до нашего места, до нашего сквера юности. А вот здесь мы им можем показать то, что мы показываем в сквере юности. Это главная задача, чтобы познакомить, как сказать, новых жителей Видного с историей этого города, с его традициями, ну и с его, как бы сказать, планами на будущее. Собравшиеся с интересом слушали истории автора экспозиции о создании того или иного снимка и о людях, запечатленных на фотографиях. После знакомства с выставкой долголетие переместились в гостиную, где за чашкой чая к ним присоединились директор Видновских парков Моисей Шамаилов и представители руководства территориального отдела. Мероприятие состоялось во время декады пожилого человека и пришедшим на встречу вручили небольшие подарки. Простить внимание на наших бабушек, дедушек, на наших знакомых, на наших соседей. Все это для того, чтобы с благодарностью и почтением посмотреть на их заслуги, на их результаты. И, конечно же, хочется всем пожелать, в первую очередь, это здоровья и бодрости духа. Моисей Шамаилов рассказал о тех работах, что проводятся сейчас в лесопарке Дыдылдина. На настоящий момент практически завершена прокладка прогулочных дорожек, установлены скамейки для отдыха, продолжается монтаж освещения. Кроме того, в парке появятся детские и спортивные площадки. Ни одного лишнего дерева никто не тронул. Работа идет согласно утвержденного законом проекта Мособлэкспертизы и Комитет лесного хозяйства Московской области. Комитет ежедневно следит за работой, что мы там ничего не натворили, да мы и сами следим. Работы по благоустройству будут окончены к 15 ноября, и парк Дыдылдина станет еще одной городской точкой притяжения. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Максим Константинов, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!